ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ От Великой Отечественной войны до 1991 года Пушкин всегда притягивал интересных, знаменитых людей искусства Это и Ломоносов, Карамзин, Жуковский, Салтыков-Щедрин, Ахматово, Маяковский, Есенин, Хармс, Алексей Толстой Всех сразу и не вспомнишь, но есть только два писателя среди них, чьи имена известны во всем мире Я уверена, что первого поэта вы назовете мне сразу же Это? ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Это великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин А второе имя это Александр Беляев Великий советский фантаст, который был известен еще при жизни во многих странах И сейчас его книги приведены на все языки мира И вот мы стоим у дома, где жил Александр Романович Он родился в 1884 году в Смоленске Закончил Ярославский юридический лицей И кем он только не работал в своей жизни Был и актером, даже сам Станиславский звал его в свою труппу Но Беляев отказался Работал он и учителем, и журналистом, и следователем, и адвокатом И, возможно, так бы и не занялся всерьез литературой Если бы не тяжелая болезнь От туберкулеза позвоночника у него парализовала ноги И вот представьте, ему 35 Он на многие годы прикован к постели Жена уходит от него Но внутри у него живет все тот же непоседливый Любопытный мальчишка И Беляев не отчаивается Начинает изучать иностранные языки Вспоминает о трудах Уэллса и Жюль Верна Вновь там читает научные и технические идеи людей И это приносит успех Уже в 20-30-х годах Его произведения были тут же переведены на 20 языков мира Герберт Уэллс говорит о нем как о лучшем фантасте современности И, конечно, великий советский фантаст Беляев Был известен и в Германии Ставший позже фашисткой В последние годы он жил здесь, в Пушкине, со своей семьей До Второй мировой войны ему пришлось пережить очередную тяжелую операцию И он был почти неподвижен Ему было трудно эвакуировать Поэтому семье пришлось остаться в Пушкине И вот представьте В городе к моменту прихода фашистов Оставалось 35 тысяч человек Ко дню снятия оккупации осталось всего 50 50 человек из 35 тысяч И судьба тех, кто не дожил Не встретил этот день в Пушкине Поистине ужасна Кого-то повесили или расстреляли Кого-то угнали в концлагеря в Германию Кого-то оставили здесь в концлагерях Кто-то просто не пережил этой тяжести оккупации И умер от голода и холода Для устрашения немцы устанавливали виселицы На наиболее оживленных улицах города Такая виселица стояла и напротив дома Беляева Сейчас там стоит часовня И дочь Беляева, которой было 11 лет Вспоминает, как ужаснула ее тогда эта картина Когда вместо привычного знака пешехода На столбе вдруг висел мертвый человек В городе никто не занимался пропитанием людей Многие зоны в городе стали запретными Из города нельзя было выйти Всех, кто нарушал этот режим Расстреливали или казнили без суда и следствия В январе 42-го года умер и Александр Беляев От голода и от болезни И его жене удалось каким-то образом раздобыть лошадь Тогда это было очень тяжело И отвезти его на Казанское кладбище Но тогда стояли страшные морозы Земля промерзла и было невыносимо рыть могилы Склепы были переполнены людьми И его не удалось похоронить А через месяц его семью увезли в рабство в Германию До сих пор так и неизвестно, где похоронен фантаст Беляев Но в чьего честь стоит на Казанском кладбище памятная Стелла Его семья, его жена и дочь остались живы Но после долгих вскитаний в концлагерях Германии Их сослали на Алтай в ссылку Все, что осталось жене после смерти мужа, это очки Нам это повести, рассказы, романы А ей очки, к дужке которых была прикреплена записка Не ищи меня на земле Здесь от меня ничего не осталось Твой Ариэль Еще как осталось Сила духа и воли И любовь к людям Он победил, хотя и погиб Но погибают рано или поздно все А побеждают немногие И репетируйте И репетируйте Вильгель, мне нужен этот адрес Ты подожди меня Я сейчас вернусь Зачем тебе этот дом? Да ты не поймешь Здесь живет один очень знаменитый писатель портан Я все его книги Со школьных лет у нас читал Наменитый фантаст Всемирно знаменитый писатель Я тут есть Альфред У него здесь дела На клар Понятно Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok